Экстримы приключения. Горные восхождения, лесные походы и вылазки. Зимние ночевки в сугробах, ныряния в ледяные водоемы и выживание. Военное дело и тактика. Курсы выживания, экспедиции и путешествия. Все о мужских приключениях на канале Саймона. Ссылка в описании. Подписывайтесь. Молодец. Вот это ты можешь приземлить его нормально? Всем привет, с вами Калан из The Patreots. Это какая-то там серия, не помню. В общем, сегодня воскресенье, 4 часа дня. В общем, сегодня мы будем тренировать опять по серии на одной. Потом, наверное, потреним базовую, либо стойками в руках. Посмотрим по плану. Сегодня у нас есть маленький сюрприз. Сначала хвататься. Ты не умею хвататься, забивай. А я вот не понял, что нет. 306. Второе упражнение. Не оторвется эта хрень? Оторвется. Примерно вот поэтому у Ромика больше нет ремня. Нет, она у меня нет, потому что язычок сломался. Язычок сломался, понимаешь. Это именно вот эта. Вот, вот так, пополамку его берешь. Высоко, точно не отвалится эта хрень. Высоко. Высоко, хорошо. Ну, чё-в-чё. Вот, да. Высоко. Вот так. Вутан. Егор такой. Егор, кстати, он, возможно, растянется и лишнюю дырку. Я меня сломался, потому что не нужно было дырку сделать. Я сегодня подруга прилетел. Я понял, я понял. Такой, слышь, я чуть-чуть похудел, та на дырку. Да, я точно так подумал, что я похудел. А потом... А может, реально Рома похудел просто, а вы сейчас... Я растюлю Ромку, и я это уже тебе рассказал рассказать. В общем, второе упражнение, потеяние на одной держать за какую-то хрень. Это резиновая петля. Это резиновая петля. Из магазина Workout. Хрень, короче. 1400 рублей по карте MasterCard. Или наличными. Ну, всё, остановлюсь. Сокол, Балтийская, дом 5. Я не знаю, Саня, ты начал. В общем, хрень полная. Ты его... В общем, одной рукой держишь за неё, другой потягиваешься. Чем ниже держишься, тем тяжелее. Тем лучше, да? Да. Давай. Кто тяжелый, уйдёт. Не забывай дышать. Я дышу. Дышу, что хорошо. Давай дышать сами. Ну, всё, 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 всё. Давай, давай, можно ещё разок. Ну, человек, молодец. Как он дергает ногами. Человек, молодец, потому что наём мышцы. А у тебя, где у тебя трицепс, где бицепс? Ты себя видел, Ваня? Чем придумать кучу подводящих? То есть можно просто трениться резиновыми пятнами? Да, это долго. Ты два месяца или три тренишься от резиновыми пятнами? И умеешь потеяться по одному разу? По полтора. По полтора. Ну, ты по одному. Прошло только... Сколько? Ноль месяц. В общем, следующее, третье упражнение, это... Рогатка Коли. Следующее упражнение... Фиксация на руке одной, то есть прыжок, на маленьком турничке прыгаешь, и пытаешься зафиксировать на максимум. Делаем первый порток, потом расслаблю руку. Ты тоже расстроился, да? Да, а сейчас он туда ноги. Ох, ёшка. Ох, вот сейчас будет Тарзан. Ну, и в общем, последнее упражнение у нас... Походим к маленькому турничку, находим его, пытаемся потянуть с сонятой руки. Да, 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 да. Пытаемся себя потянуть сюда, и всё. То есть, как можно больше потянуть с неполного хвата. Но, так как это в конце, так что вряд ли. Вот так вот, хотите набрать массы, всё время ешьте. Попробуй, в другую сторону. Руками в зелененьке. Давай, скачем. А ты и сникерсы ешь, и всё подряд, да? Просто есть? Нет. Нет, это тоже не ем. Открыть тебе секрет. Слышите, как пальмовое масло. Вы сдохнете от рафа. Всё равно он был низким, потянется долгом. Давай, сейчас я раз это сделаю. Я так нажму, я подсказку делаю. 5-5-5-5-5. Нормально, я ещё боюсь, что ты об этих хрени долбанёшь. Да, нет, я тоже боюсь об них. Ладно. А с твоим ростом можно... Подписчики просили, чтобы ты рассказал о себе побольше. Что рассказал? Как ты начал заниматься? Ну, мне брат заставил заниматься. Брат заставил? Да, когда мне было 14. А сейчас тебе? 18. 4 года стаж? Да. Ну, я как бы не постоянно занимался, то занимался, то не занимался. На улице? Сначала ходил в зал, потом начал заниматься на улице. Это ты сколько в зал ходил? Не знаю. В общей сложности, если посчитать все месяцы, может месяцев 6. Итогово. Это что? А, окей. Может месяцев 6. Итогово. А вы, соответственно, 3,5 года на улице? Ну, отжимания до дома. На улице все. Понятно. Понятно. Я набрал сколько? 20 килограмм. Давай, давай, давай. Это чисто на обычном питании или ты спортпит употребляешь? На обычном. Как бы рис с овсянкой. Ну, ты постоянно ешь? Ты с собой постоянно таскаешь литр молока? Ну, почти всегда, да. Тяни, тяни. Ну, получается раз в 6-7 в день. Тяни, давай. Ну, когда есть возможность. Спиной, спиной, спиной. Ты калории считаешь, нет? Просто? Да. Считаю. Вручную или приложение какое? Когда как. Ну, как бы вручную. Просто я уже на память знаю, где, сколько, чего. Понятно, понятно. Спину ты в зале или на турниках сделал? На турниках, на широком хвате. Просто делал широкий хват? Да, вот так вот. И по сколько? Не знаю, сколько. Ну, по-разному. Я делал по 5-6. На максимум? Да, на максимум. С первым 50 секунд. Ну, окей. Что-нибудь еще хочешь рассказать? Там люди просто спрашивали, типа, просили про тебя больше узнать. Я не знаю, что рассказать сейчас, когда будут конкретные вопросы. Ну, ладно, пишите в комментариях тогда конкретные вопросы к Марку, и мы тогда заснимем. Ну, окей, спасибо, спасибо. Твощий потерянный вид. Да, потому что я так застал. Ну, в общем, так как трение по потяне на одной почти закончилось, после нее я всегда добиваюсь базы, поэтому сейчас 3 подхода на максимум, подтягиваемый. После чего будет 3 подхода на брусик по 50, а потом, наверное, еще отжимашки. Все. Вот такой у нас сейчас небольшой план. Хват любой, качество, следим за ним. Все. Вот, в общем, так. Все. Вот, в общем, так. Три подхода, по 50 повторений, наверное. Попробуем. Ты говорил 5. Я уграл такой середине, что я... Нет, я говорил 3, я говорил 5 по отжиманиям обычных. Мы сегодня не будем наделать, как обычно. Ленд-листом. Типа поставил самолёв. Что ты делаешь? Ну, просто я сижу, смотрю на свой дискансер. Ну, в общем, поехали. Хочется... 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 Я банан не могу. Забился? Да. Ну, в общем, мы доделали брусья. Получилось, что... Первый отход 50, два последних по 30. Ну, вот и всё. Вот такая трень сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я кушаю банан и пью водичку. Я тоже сегодня был. Пока. Я тоже сегодня был. Пока. Иногда снял свечи сны. И сегодня прогресс, говорящий об этом, тоже говорит о своём сне. Не, не считай, что он как бы странный. Он тебе сейчас расскажет. Смотри, раньше, когда я начал заниматься акробатикой, я две недели очень хотел научиться колесо без рук. Вообще, хотел научиться сальтушку какую-то крутить в своей жизни. Мечтал прям с детства. Я тренировал две недели колесо без рук. Эрел. Потом... Мне приснился сон, что я его наконец-то сделал. И в этот день я его сделал. Две сезона. Потом... Я такой прям... Потом... В том году... Я такой тренировал подтягивание, тренировал на количество. Мне приснился сон, что я такой потею. Сколько? Десятых. Двадцаточка, тридцать. Сороке. Я такой... Вообще ези пятьдесят. И в этот день я сделал тридцать два. Новый рекорд. Потом второй подход. Тридцать пять. И последний подход. Сороке. Вот так вот просто, как папа. И сегодня... Мне не снился никакой сон. Но... Четыре дня тому назад мне приснился сон, будто я такой на правой руке. Ну сейчас попробуем потянуться. Такой... Такой до плеча. Нормально, нормально. Потом такой... Можешь налево. Прям чувствую силу налево. Уберусь. Такой специально повис. И такой... Ту... До поездка. Ничего себе. Ну и сегодня у меня пора играть на небо. Руки. Я уже такой нормально потянулся. На правую руку до плеча.